Слава Богу, дорогие братья и сестры! Слава Богу, дорогие братья и сестры! Чтобы вы немножко расшевелились, давайте мы встанем и помолимся. Вечный и праведный Бог, я благодарен Тебе за Твою милость. Я благодарен Тебе, Господь, за Твое Слово, которое действует и работает в наших сердцах. И пусть, Господь, мы не всегда довольны или согласны с тем, что оно производит в наших сердцах, но это Твое Слово, совершенное, которое проникает до разделения души и духа и делает нас лучше. Вечный и праведный Господь, благослови нас всех. Благослови на это Слово. Дай, Господь, нам понять то, что Ты хочешь сегодня, чтобы мы услышали. И за все будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Знаете, есть такое выражение, Раны Христа исцеляют, а поцелуи греха уводят в ад. И вот нам иногда не хочется, чтобы Бог работал над нашим сердцем. И в прошлое воскресенье мы говорили про духовных младенцев. Почему люди, ходя в церковь, по какой-то причине не растут, не хотят расти, не могут расти. И сегодняшняя тема, она будет немножко связана с тем же, просто под другим углом. Я думаю, никому из вас неприятно, когда нас обманывают. Когда нас обманывают, мы включаем вот эту внутреннюю защитную реакцию, как ты мог, да как они могли, меня обманули. А что делать, если я обманываю себя сам? Когда нет никакого влияния извне, а я обманываю себя сам. Я скажу проще. Неважно, абсолютно неважно, в то, во что вы верите, как вы верите, как вы живете, как вы понимаете благодать, как вы понимаете искупительную жертву Иисуса Христа, как вы смотрите на вопросы спасения. Это не имеет значения, потому что Бог совершает свое спасение на своих условиях. Верим мы так или верим мы иначе, это неважно, потому что совершится так, как написано в Его Слове. Если ваша вера библейская, то это единственная гарантия того, что то, во что вы верите, оно будет работать. Если оно основано на чем-то другом, на каком-то проповеднике, на каком-то авторе, на отце церкви, на каком-то святом. Мы иногда так снисходительно говорим про наших братьев православных, что у них святые отцы. А у нас они так не называются, у нас они называются святые богословы. Но то же самое, принцип тот же самый. Все основание должно быть на Священном Писании. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно обмануть себя самого и в таких вещах, в которых мы постоянно обманываемся. У меня иногда бывают моменты, когда я просто читаю Библию, и ты просто не можешь сдержать слез, потому что ты смотришь на то, как написано, потом смотришь на жену и радуешься. Нет, когда ты смотришь, как написано, и смотришь на себя, понимаешь свое несовершенство. То, что я сегодня проповедую вам какую-то вещь, это не означает, что я это не переживаю, с этим не борюсь, или об этом не думаю. Самый большой обман, самый большой обман, это когда я, смотря в Божье Слово, следуя за Христом, смотрю на других. Вот как бы звучал такой аргумент. Близкий вам человек говорит, Виталий, береги свое сердце, а я бы сказал, все мои друзья не берегут, и я не буду. Вы бы сказали, ну это детский какой-то аргумент, что мне до твоих друзей, ты береги свое сердце. Вот то же самое в вопросе спасения. Брат или сестра, поступай вот так, вот так, вот так, а я не хочу, потому что вот тот не поступает, тот не поступает, этот не поступает, а почему я должен? Да потому что тот, второй или третий, может быть, они не планируют идти в вечность. Может быть, для них христианство это просто игра, это просто образ жизни, комфортный, когда тебя не бьют, когда тебя не унижают, когда все тебе говорят благоговейное «приветствую». Приятно быть в таком обществе. Это же все-таки не там, где постоянно выпивают, где накурено, где, знаете, такой дым стоит, что можно резать его ножом. Дым в смысле. Мы ходим в христианском обществе, и нам это комфортно. Но некоторые ходят не по вере, они просто ходят, потому что, ну, тут лучше. В любом случае тут лучше, чем где-то еще. И вот интересное место, с которого я бы хотел стартовать, это будет первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха и ниже. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Первая апостольская церковь, ну, период первого века, есть церковь в Коринфе, и люди там собираются, то есть Павел не говорит, вы не собираетесь на вечерю Господню, вы собираетесь. Они собираются, они что-то там делают, но Павел, смотря на то, как они делают, он говорит, это не значит вечеря Господня. Хорошо, давайте перефразируем, а почему так произошло? Вот как могло так случиться, что люди рождаются свыше, принимают водное крещение, собираются на вечерю любви, приветствуют друг друга в дверях или в проходе, то ли это катакомбы, то ли это дом, то ли это квартира, то ли это в парке, то ли это на озере, тогда церквей не было. Вот они приветствуются, обнимаются, братья и сестры, вечеря любви у них. Но почему-то после вечеря любви один голодным пришел, голодным ушел, а другому помогают покинуть эту вечерю, потому что иной упивается. Получается, принцип соблюдался, кто раньше встал, того и тапки. Кто первый пришел, вот у нас чаша и хлеб, но у нас это более символически, а тогда там было больше вина, больше хлеба, и кто первый вскакивал. Вопрос в другом. Как человек, ставший частью церкви, мог себе это позволить? Вы скажете, недоработка пастыря, но возможно, они везде не были. Недоработка апостолов, но церквей в Иерусалиме было масса, там пять тысяч человек уверовало, они разбились на группках, ты всех не проследишь. Вот как отдельно взятый человек, я или вы, может додуматься до того, что придя на вечерю любви, нужно бегом наесться, напиться, а дальше трава не расти. Вот откуда приходит это понимание? А понимание приходит от того, что человек где-то уже обманулся в своем богословии. Суть вечерей любви – это единство. Будьте едины, как я с отцом един. То есть суть – это единство. А люди приходили, чтобы на халяву поесть и попить. Не все, но некоторые. Почему, когда мы что-то жертвуем, мы говорим, бывает злоупотребление? Бывает злоупотребление. Злоупотребление бывает везде, и они были всегда. Есть, помните, как я говорил когда-то, когда есть оригинал, всегда есть подделка. И вот человек обманулся в своем богословии. Он был на вечере любви, он участвовал в вечере любви, он напился на вечере любви. Но при всем при этом, Павел говорит, это не означает, что ты поучаствовал в вечере любви. Подобно мы сегодня. Мы пришли, мы сидим, мы даже поучаствуем, но кто-то поучаствует по-настоящему, а про кого-то Бог будет думать, это не значит поучаствовать в вечере любви. Потому что я себя обманул уже так, мне за это ничего не будет. Вот не написано, что сошел огонь и кого-то убил. Он держит кружку, отталкивает слабых. А поймите, на вечере любви тогда приходили разные люди. Кто-то задержался на работе, кто-то вообще раб, и мог выйти только, когда хозяин уснул или отпустил его. Понимаете, вечеря любви не была лимитирована по времени, возможно, как у нас, полчаса, сорок минут. Люди приходили, кто-то уходил, кто-то приходил, но кто-то злоупотреблял. Потому что он был обманут в своем богословии. Ему не нужно было общение с верующими. Вот почему люди сегодня, некоторые не ходят в церковь? Да потому что плевать им на общение верующих. Они не хотят этого общения. Им нужно прийти, ну, допустим, чтобы гуманитарку дали. Или прийти, чтобы помогли с квартирой. Или прийти, чтобы было какое-то пожертвование, или взяли на содержание. Вот это ваше общение, любовь, вот это братское единство. Это старички собираются, свой фэллошип устраивают. Вот то же самое было в первоапостольской церкви с некоторыми. Одни приходили, чтобы увидеть братьев и сестер, услышать, как Бог действовал в их жизни в этом дне, в этой неделе. А другие просто приходили поесть и попить. И это происходит, потому что они обманулись в том, что такое вечеря любви. Еще одно место, интересное, Иакова 1,22. Вам знаменитое, наверное, Иакова 1,22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Помните, я говорил, неважно, как я понимаю, какое у меня богословие, даже не совсем важно, как я живу, на каких принципах я выстраиваю свои отношения. Не в смысле, что можно жить, как хочешь, хотя некоторые все равно живут, как хочешь. Но ты же не проследишь, если мы не стыдимся Бога, то неужели мы будем стыдиться какого-то там пастыря, служителей или просто братьев и сестер? Ну, только честно. Никто не видит, видит только Бог, а Бог что? Ну, вроде есть, вроде и молния не бьет, а почему бы не сделать? Ну, все так делают. Самый главный обман это в том, что мы смотрим на других. Мы смотрим на других, обязательно находим людей в худшем духовном состоянии. Давайте я оговорюсь так, не всегда у всех все получается. Мы все люди, мы все согрешаем, и есть такое выражение «errara humanum est» человеку свойственно ошибаться. Мы все ошибаемся. Но есть разница между человеком, который пробует жить по Писанию, и у него не получается, и между тем, кто не пробует жить по Писанию, и у него не получается. Знаете, какая разница? Тот, кто пробует, 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 рано или поздно у него получится. Кто не пробует, у него не получится никогда. Но не может прорасти зерно, если я его всегда ложу на асфальт. Вот тот, кто бросает в землю, пусть неудобренную, но хоть как-то косо, бедно вспаханную, где-то заглушит ее, где-то не прорастет, но если он постоянно в землю хотя бы зерно бросает, земля все-таки даст жизнь этому зерну. Но если я бросаю его на асфальт или на бетон, знаете, вот так вылаживаю, вылаживаю, оно никогда не прорастет. Поэтому да, у людей не получается. Да, мы можем соблазниться на ком-то. Да, человек может говорить, что он живет по Библии и где-то, ну, простое такое слово, накосячить. Бывает, но это не означает теперь, что не надо жить по Божьему Слову. Не означает теперь, что если кто-то читал Библию 10 лет и его исключили из церкви, то теперь мне Библию читать не надо. Не нужно думать, что если человек молится и у него развалилась семья, ну, значит, молитва не имеет силы. Нет, возможно, он по своему богословию делал по-другому. Смотрите, что Иаков говорит, будьте исполнители слова, а не слушатели только. Вы когда-нибудь думали, сколько проповедей вы услышали за свою жизнь? Это тысячи. Никакой Павел никогда не слышал столько проповедей и не сказал столько проповедей. Мы слушаем их тысячи. Смотрите, как это работает на практике. Семинар. Как правильно молиться? Знаете, семинар не надо ходить. Я вам скажу, как правильно молиться. Хочешь правильно молиться? Молись. Хочешь читать Библию? Читай. Хочешь быть в общении с братьями? Приходи в церковь. Что еще может быть проще? Услышал? Делай. Уже всякие детали. Как читать? Как толковать? Как молиться? Какие благодарственные молитвы? За нужды? Какая церковь? Общее служение? Или молитвенное? Или разбор? Это уже детали. Но просто услышал? Делай. Проблема нас, верующих, в том, что мы слышим, но не делаем. Нам кажется, что если я послушал проповедь, вот сегодня пришел в собрание, послушал проповедь, совсем согласился, в конце, возможно, даже скажу аминь, то как бы и я молодец. На самом деле, если я услышал, но не сделал, то я обманываю себя. То есть христианство, которое слушает, но не делает, оно обманывает себя. Мы говорим, христианство, мертвая религия, некоторые говорят. Мы должны понимать, чем старше направление, тем больше оно обрастает всякими нюансами, и тем сложнее там сохранять жизнь. Так было у католиков, так у православных, так у многих уже протестантов, потому что время проходит. Мы слушаем, но так не живем. Ну вот проповедник, ну что тут читает неправильно? Будьте исполнители, а не слушатели. Я послушал, я посокрушался, я, возможно, даже всплакну. Если я эмоциональный человек, я всплакну, но я прихожу домой, и я опять остаюсь таким же. Потому что если я услышал, но не использовал, вот мне бы сейчас дали хороший рюкзак, и сказали, мы дали тебе в рюкзаке все самое необходимое. Ну я бы просто взял рюкзак, поставил домой, в следующее воскресенье взял бы, принес его, мне спрашивают, ну как тебе, понравилось? Да, рюкзак неплохой. Нет, то, что в рюкзаке тебе понравилось, откуда я знаю? Я не открывал. Вот мы порой слушаем, и мы не открываем это в своей жизни. Мы абсолютно этого не делаем. И вот тут интересно написано, обманывающие самих себя. Да, дьявол посылает мысль, да не слушай ты его. Ну было у вас такое, проповедует проповедник, а вы говорите, а там он так не живет, не слушай его. И это сразу дьявол работает, потому что даже если человек так не живет, но проповедует вам истину, вы слушайте истину. Что нам делать с учением фарисеев? Вы слушайте, что они говорят, но по делам их не поступайте. Но человек дело говорит, он Писание читает, почему ты его не слушаешь? Да, потому что, и там целый список. 1 Иоанна 1,8. 1 Иоанна 1,8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть опять происходит, что меня никто-то обманул, меня не ввели в заблуждение, я не в секту попал, я сам себя обманываю, такое у меня богословие. Я не имею греха. Есть два вида покаяния. Одно из них рождение свыше, это раз и навсегда, ну в смысле человек принял это решение следовать за Господом. Другое покаяние, это когда мы каемся постоянно, по 7, по 77 и больше раз в день. Так вот, не имею греха, и истины нет, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Если я говорю, что я не согрешил, я не виноват. Смотрите, если конфликт между мужем и женой, мужчины, виноват всегда кто? Можете не отвечать, и головой можно не кивать, я знаю, кто виноват всегда. Если конфликт между мужем и женой, виновата всегда она. Если бы что, нечего было в Эдемском саду брать этот плод. Если конфликт между родителем и детьми, виноваты всегда кто? Ну, где вы видели, чтобы дитё давало ремня родителям? Нет, конечно. Поэтому виноват всегда ребёнок. Если конфликт между братом и сестрой, виновата сестра. Если между старшей сестрой и меньшей сестрой, виновата меньшая сестра. И так по иерархии. А у меньшей сестры виноват обычно кот, или собака, или рыбки, или хомяк. Кто там у вас дома есть? Почему так происходит? Потому что мы говорим, у меня нет греха, мне не в чем каяться. Вот я пришёл на служение, вот сейчас мы будем говорить, участвовать в заповеди, а мне не в чем каяться. Я как бы, ну и неплохой человек. Когда я говорю, что я неплохой человек, только в одном случае, всегда, это 100%. Я говорю, что я неплохой человек только тогда, когда я сравнил себя с другим, хуже себя. Если я смотрю на какого-то человека, который, ну, прям вот шатается немощно, я говорю, ну, конечно, я молодец. Но всегда нужно смотреть на Христа. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Когда я смотрю на Христа, когда я смотрю на апостола Павла, который говорит, что я не всегда даже справляюсь, но забываю заднее, простираюсь вперёд. Я понимаю, что я вообще несовершенный человек. Но всегда можно найти какого-то такого духовного доходягу и сказать, ну, брат, смотри, я, во-первых, меньше хожу в церковь. Я столько там не делаю, как он, но я-то в лучшем духовном состоянии. Я молодец. А Библия говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем себя. А если мы говорим, что мы согрешили, то тогда Бог верен и праведен, Он прощает нам грехи. Но я же не виноват. Почему я всегда говорю, что не бывает стопроцентной правоты и стопроцентной вины? В любом конфликте, в любом ссоре, в любой ссоре, в любых непонятных обстоятельствах виноваты оба. Только в разных пропорциях. Поэтому Писание говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем сами себя. Я же не такой, как он. Еще раз, это всегда проще, сделать себе искаженное понятие греха. Что грешник, вот он такой. И вот ты смотришь, ты всех уравнял. Грешник это тот, кто ходит по барам. Вы знаете, что те, порой грешники, те, кто в баре ни разу в жизни не были, хуже грешники, чем тот, который ходит по барам. Потому что он пошел в бар, и он даже не знает, что сходить в бар это плохо. Но тот, который сидит дома, и у него список братьев и сестер, условный такой перед ним, и он так, вот этот не так, вот это не так, вот это не так, оделся не так, сказал не так, брови выщипал не так. Человек никуда не вышел, он пределы дома своего не покинул, а он нагрешил там с три короба. И он приходит на заповедь, а мне кается не в чем. Помните фарисей и мытарь? В чем разница между этими молитвами? Согласен, мытарь более грешен, чем фарисей. Любой бы из нас сказал, фарисей прилично одет, правильно молится, встал в нужном месте, пришел в правильное место, в правильное время. Какие вопросы? Но оправданным почему-то пошел мытарь, потому что один говорит, я грешен, а другой говорит, а я не такой, как эти вот лицемеры всякие. Поэтому смотрите, тут интересно написано, что если мы говорим, что не имеем греха, не в чем нам каяться, вот сейчас перед заповедью будет молитва, не о чем не просить прощения. Но вообще не виновата, это все она. Вообще не виновата, это все он. Мы вообще не виноваты, это все они. Но тут опять речь не о том, они, мы, вопрос в том, что я, я же не могу отвечать за всех за вас, и вы не можете отвечать за меня, потому что сердцевидец Бог, и мы перед Богом. Вот именно в этой заповеди, это не перед церковью, это не перед служителями, это перед мной и Богом, потому что это как бы обновление, такое подтверждение завета, что да, я еще держусь, я с Господом и так дальше. А если не в чем каяться, так какие проблемы? Вот мне нравится, когда так тихо в зале. То ли уже кто-то с наведениями вразумляется, то ли соглашаетесь. Но опять, то, что я говорил в начале, соглашаетесь вы или не соглашаетесь, это не отменяет Божьего Слова. Принцип Божьей жизни, он не изменяется. Просто еще раз говорю, один старается, но у него не получается, другой не старается, и у него 100% не получится. В этом и заключается вера. Когда вы читаете Библию, вы видите, что между Библией и мной это пропасть. Но хотя бы ты веришь, что с Божьей помощью ты можешь приблизиться. А другой даже не верит, даже рук не поднимает, думает, да, все равно я упаду. Вот все равно я упаду сейчас и разобьюсь. А вера, она не такая. Галатам 6.2. Вот это одно из интереснейших мест, Галатам 6.2 и Галатам 6.3. Это к вопросу, а что я? Вы задавались таким вопросом? Надо открыть дверь, а что я? Надо сказать пропасть, а что я? Надо спеть, а почему я? Надо человека взять в гости, а что я? Ну вопрос такой. Почему я это должен делать? Вот. Знаете, 88 человек в церкви, что это должен делать я? А вы знаете, что говорят 88 человек в церкви? Точно то же самое. Так оно всегда работает. Это вне зависимости от количества людей в церкви. Носите бремена друг друга. Хорошее такое место, мы с ним соглашаемся, всегда говорим аминь. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Но вы обратили внимание, что все верующие делятся на две категории. Одни носят бремена друг друга. Даже так. Одни носят бремена других всю жизнь. Вот человек, ты никогда его не попросишь, чтобы он твое бремя взял. Он всю жизнь какой-то обиженный, он всю жизнь какой-то немощный, он всю жизнь какой-то ветромучения шатаемый, и уже возраст вроде бы подходит. А человек все равно, он не может ничьего бремя взять, и он свое еще на тебя скидывает. Ну встречали вы таких людей сто процентов. То есть друг друга, это означает сегодня трудно мне, ты мне помог, завтра трудно тебе, я тебе помог. Бремя поднести. Все сразу думают, наверное, деньги. Нет, бремя поднести, помолиться, пост взять, как-то поддержать слово, позвонить. А бывает такое, что все только в одностороннем порядке? Вот в одностороннем порядке ты не можешь понять, в чем дело. Человек в три раза дольше верующий, чем ты, а у тебя все в одностороннем порядке. Как так происходит? А тут дальше идет, третий стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя или обманывает сам себя. А теперь совместите это со вторым стихом. То есть нужно носить бремена друг друга, но есть избранные, каста, каста святых, каста духовных, которые не носят лишнего, потому что они почитают себя чем-нибудь. Ты должен мне, а я тебе ничего не должен. Но подождите, если друг другу, это ну как-то нет. Есть люди, которым все должны, а они говорят, кому я должен? Всем прощаю, да. То есть, а почему так? Потому что тут дальше написано, что они почитают себя чем-нибудь, они почитают себя лучше. Будущее ничто, тот обольщает или обманывает сам себя. Я считаю, что я не должен этого делать. Почему так считаешь? Я так считаю. И ты думаешь, ну а как так работает? Ну, если друг другу, а ты, а вот опять, искаженное богословие. То есть, я обманываю сам себя. Мне кажется, что мне должны. Вот реально, если бы я был на тайной вечере, то и люди эти были бы на тайной вечере, то было бы так. Иисус давай умывай нам все ноги, Иисус нас утирай, Иисус нас корми, Иисус нас веди, Иисус нас посади по правую и по левую сторону, Иисус сделай все для нас. А вы, ученики, почему будете узнавать друг друга, что вы имеете любовь между собою? Не один любит всех, а его не любит никто, а любовь между собой, бремена друг друга. Это всегда взаимно. Вообще, церковь, это не потребительское общество, это не концерт, это не сцена, и я даже не лектор. Если бы церковь, это была лекция, то можно было бы выходить на это место и слушать лекции. Но для того мы слушаем проповеди, что лекции достаточно, чтобы ты понял и запомнил. А проповедь от лекции отличается тем, что ты понял, запомнил и исполнил. Вот в этом вся разница. Студенту не обязательно жить как учитель, студенту не обязательно иметь вкусы, как у преподавателя. Вообще, студент не обязательно должен применять те знания, которые он получил в институте. Да лампочки ему, те знания, если он все равно по специальности не хочет или не может или не будет работать. А в церкви по-другому. В церкви все, что говорится от Божьего слова, это нужно применять. Не только слушать, а применять. Знаете, есть такое выражение, человек был слушателем Венского университета. Он его не окончил, но он был слушателем. То есть он посещал какие-то избранные лекции, он приходил к педагогу, он что-то там записывал, но он не закончил, экзамены не сдавал, диплом ему не дали, какие к нему вопросы. А в церкви так не происходит. В церкви, смотрите, в церкви рано или поздно мы все сдадим экзамен. Абсолютно все. В момент вашего, нашего, моего перехода в вечность мы все сдадим экзамен. Потому вот это вот раз в месяц. А теперь, кстати, вы обратили внимание, что в первой апостольской церкви хлебопреломление было как часто? Кто помнит? Каждый день. А теперь представьте, вот появился наглота какая-то. Он каждый вечер приходит, ест и пьет. Вот он каждый вечер, только он ходит по разным ячейкам, чтобы его не вычислили. По разным церквям он ходит и в каждой приходит и упивается. А что ты с ним сделаешь? Видишь, сегодня он тут, завтра он там. Как вести контроль, если мы все свободолюбивые? Членство в церкви не надо, ходи в любую церковь, служить не надо, никому на глаза попадаться не надо, ты сам по себе. Но вот так сам по себе и получается, что человек... А потом знаете, как скажут? Он спился в церкви. Ну вот этот вот, Коринфский, который ходил, а возможно он был не один и это было постоянно. И законно скажут. Но это не означает, что мы в церкви поощряем употребление. Это означает, что просто человек, который был неправильно себе в голове что-то настроил, он просто так сделал. Я хожу в эту церковь 15 лет, я не развился, я перешел в другую. Ты не развился не потому, что церковь такая. Ты не развился, потому что ты не хотел развиться. Чтобы накачать грудные мышцы, нужна штанга и куча блинов. Все. На улице, в спортзале, в лесу, на земле, где хочешь. Если есть у тебя гриф и блины, ты грудные мышцы накачаешь. Не важно как. А, ну как не важно. Надо просто качать. Вот правильно. И ты не можешь сказать, у меня спортзал плохой, у меня не растет ничего. Нет, значит ты неправильно занимаешься. Вот в духовной жизни точно так же. Ты неправильно питался в своей церкви 15 лет, потому ты вышел с нее, и ты не развит, ты не развился, потому что ты как-то обманываешь сам себя. Ты не хотел носить бремена друг друга. Я хожу в эту церковь, там такой классный пастырь и прославление. Это, знаете, я слышу в 99 случаях, когда спрашиваю у людей, как им церковь новая. И только 1% из них говорит мне, что он делает в этой церкви. Я понимаю, что пастырь классный и прославление. Это супер. Ты что там делаешь? У тебя, ты тут сидел, слушал проповеди и прославления, ты перешел или перешла в другую церковь, ты там сидишь, слушаешь проповеди и прославления. Что поменялось? Географическая точка церкви, все. Что поменялось в духовной жизни? Ничего. Я не там бремена ничьи не носил, всегда был немощный. Не тут ничьи бремена не ношу, я по-прежнему немощный. Но так не может быть, потому что носите бремена друг друга. Смотрите, когда идут два человека, 100 метров я несу твой рюкзак, 100 метров ты несешь мой рюкзак, 100 метров я несу твой рюкзак и так далее, и так далее. Или когда едет человек на коне, у него два коня, он с одного на другой перескакивает и кони несут, то один несет бремя, то другой. А что происходит, если я беру себе такого напарника, который немощный, и он нес свой рюкзак? Во-первых, мы пройдем в два раза меньше, и пройдя в два раза меньше, мы оба будем никакие, потому что он меня никак не подстрахует. Если я под двумя рюкзаками загнулся, то он под моими двумя, тем более, если он налегке еле дойдет. А еще, знаете, есть такие верующие, он даст тебе, ты несешь свой рюкзак, он даст тебе свой рюкзак и еще облокотится на тебя. Ну, как бы, неси меня, ты же должен, ты же в Господе сильнее. Я сейчас не конкретно про себя, я сейчас в общем, просто чтобы вы поняли аналогию, потому что иногда и меня надо нести. Просто не всегда я могу найти опору, на кого опереться, но нести надо всех, и епископов надо нести, и пастырей надо нести. Почему сказано, молитесь о них? Потому что, если их никто не будет нести, а ему рюкзачки-то подбрасывают, знаете, от работы кто дохнет? Вы сами себе ответили. Если не помогать этому коню, он рано или поздно, он загнется. Хоть он и конь, хоть он и сильный, но там тоже есть свои пределы. Иакова 1, 26. Если кто из вас думает, что он благочестив, вот это про нас, вот все, на заповедь, вот это хороший стих, все. Если кто из вас думает, что он благочестив, думаю так, думаю. Дальше как-то некрасиво написано, ну раз написано, надо прочитать. И не обуздывает своего языка, но обольщает или обманывает свое сердце у того пустое благочестие. То есть я думаю, что я хороший христианин, зрелый, духовный и все дела. С языком чуть-чуть проблемы, я не могу сдержаться. Когда меня выводят из себя, у меня сразу снимаются вот эти вот, знаете, водозаборные такие распределения, ну всрывает у меня вот эту вот дамбу. Потом, конечно, каюсь, сожалею, но это до следующего раза. Потом опять у меня срывает, опять до следующего. И так постоянно. Знаете, значит, еще раз говорю, мы можем срываться, мы можем выходить из себя. Ну, в смысле, это не повеление так делать, что так случается. Но, если ты заметил, где проблема, если у тебя в колесе вот такая вот дыра, и ты видишь, что колесе дыра, ты не будешь его качать, ты будешь его менять. Если ты из года в год видишь, что у тебя тут проблема, а ты обманываешь себя, что никаких проблем нет, тебе говорят, тебе проблема тут, а ты не чувствуешь, ты не борешься с этим, ты вообще ничего не делаешь. Каждый месяц приходим, участвуем в заповеди, проблема есть. Каждый год переходим в Новый год, даем всякие обещания, проблема есть. А написано, кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Как? Так, а я Библию читаю, я в группе проставления пою, я проповедник. Как это? Пустое благочестие. Пустое благочестие, потому что ты не обуздываешь своего языка. Только тебя вывели из себя, или человек, не дай Бог, сказал, не так, как ты мыслишь, ты скажешь про него все, что хочешь. А Писание говорит, что это пустое благочестие. И опять, тот обольщает свое сердце, то есть обманывает себя. Знаете, что мы делаем? Правильно. Мы заходим на YouTube. А смотри, 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 пастор, как он сказал? На фоне него я вообще... Понимаете, опять мы делаем самую первую ошибку в обмане. Мы смотрим на других. Как вы думаете, чувствовал себя новообращенный в Каримской церкви? Вот вы только покаялись. Это не так, как сегодня. Человека приветствуют, жмут ему руку, еще анонсируют. Вот пришел новый человек, поприветствуйте. Вы только покаялись. Только покаялись. Заходите вы на вечерю любви. Вечеря любви, что... Где может быть опасность? Ты заходишь на вечерю любви, а кто-то уже столпился или склонился над столом с чашей и употребляет. И ты думаешь, не, ну это точно секта, я сюда больше ходить не буду. И знаете, он может быть один на всю ту комнату, напьется допьяно. Один может быть, а может быть, больше вообще никогда не придет. Но для человека это соблазн, потому что он пришел и посмотрел на другого. Может быть, всякое. Церковь состоит из людей, и мы можем соблазниться, и мы соблазняемся, и будем соблазняться на людях. Но смотреть нужно на Христа, потому что не я за вас распялся, не я вам давал жизнь, не вы за меня, не друг за друга, а Христос. Вот в этом суть христоцентричности. Мы смотрим на Христа. О, он не с той динаминации, он не так мыслит, он не так читает Библию, он не тот перевод читает. Да какая разница, ты смотри на Христа. Ты смотришь на Христа и идешь за Христом. А язык? Ах, хочется высказаться. Ах, хочется высказаться. А еще даже, пусть не по-богословским, тут тоже важно, нам по-богословским вопросам и высказаться не о чем. Что мы в них не разбираемся. Большинство верующих людей, для них слово богословие, это как красная тряпка, что такое отталкивающее, как табличка, не влезай, убьет. Но на самом деле, то, как вы прочитали стишок и вы его поняли, вот то, как вы его поняли, это и есть ваше богословие. Слово просто такое, Бога, словие, слово о Боге. Вы прочитали, вы так его поняли, это ваше богословие. То, как вы одеваетесь в собрание, это ваше богословие. То, как вы относитесь к тому, что вы делаете перед служением, это ваше богословие. То есть, богословие, это не только сидеть и протирать штаны на лавке в семинарии, это то, как вы понимаете Божье слово. Но мы же такими словами не пользуемся, поэтому мы спорим не по богословию. Я вообще давно, уже лет 10 не видел, чтобы люди рассорились из-за понимания Иоанна 3,16 или филиппийцам 2,18. Давно вы видели, чтобы люди так спорили, уходили, хлопали дверью. Ты откровение 2,13 понимаешь не так, и ты мне не друг. Вообще нам даже смешно. Понимай как хочешь, я все равно не разбираюсь. Мы спорим по вопросам, которые не относятся к Библии, но при этом мы все христиане. И при этом мы не сдерживаем свой язык. Поэтому кто не обуздывает своего языка, кто выражается. Тут даже не только о матерной речи, это вообще как бы у христиан не должно именоваться. Тут вообще о грубых словах, о каких-то... Вот вы знаете, если жена скажет мужчине, ты не мужик. Она его же не обозвала? Нет. Плохим словом не сказала ничего? Нет. Но женщины, это самый сильный удар и практически смертельный, который вы можете нанести. без всяких оскорблений, без всяких там, что косоруки или крыло. Нет. Просто скажи ему, ты не мужик. И все. У женщин то же самое. Поэтому... А это такие слова, которые потом имеют силу. Потому что ты раз произнес, два произнес, три произнес. Потом при любом конфликте ты будешь это использовать. То же самое слово развод или то же самое слово нам нужно разъехаться. Только разъехались, уже не съедетесь. Потому что постоянно при любом конфликте вы будете разъезжаться, разъезжаться. Только разъезд будет дальше. Вот знаете, грех как снежный ком. Он сначала маленький, потом больше, больше, больше. Сначала просто разные кровати, разные комнаты, разные дома, разные города. Но при этом, при всем они муж и жена. Потому что слово было сказано. Поэтому кто не обуздывает? Что такое обуздать язык? Это прям приложить усилия, схватить и держать. Ну, не в прямом смысле, а наши эмоции. Галатам 6,7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Нам, ну что тут в этом стихе непонятно. Что посеет человек, то и пожнет. Но тут идет дальше продолжение. Следующий стих. У нас же как? Я думаю, я пожертвовал 100 долларов, и значит, ну, пожну. Ну, там, тысячу пожертвовал, пожну. А как же, написано вот. Но тут дальше написано, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вы никогда не думали, почему, когда ты идешь в какой-то университет, гарвардский, оксфордский, еще там какой-то, там по 8 человек на место, по 10, по 20. А когда ты идешь в духовную семинарию, там еще просят, ну, приди, ну, хотя бы на полгода, ну, к герминевтику пройдешь, и то будет, слава Богу. Потому что, ну, кому оно надо? Надо сеять в плоть. В церковь пришел, там 100 долларов дал, и я как бы, ну, и должно прорасти. Серьезно? Ты 6 дней, и там, из 186 часов, 180, сеял в плоть, потом 2 часа, полусонными глазами, так в собрании съешь, ух, меня рубило сегодня. Знаешь, почему тебя рубило сегодня? Потому что ты жал не на том поле всю неделю. Потому, придя в Дом Божий, в присутствии, тут, видите, опять наши богословия, мы говорим, на этом месте Бог. Аминь? А как ты спишь на этом месте? Ну, вот мы с одной стороны говорим, что на этом месте Бог, и сейчас мы будем участвовать, и благоговейно подходить к этому, но в то же самое время, мы вроде и не верим, что он на этом месте, потому что, ну, меня рубит страшно. Конечно, рубит. И тебя рубило и в прошлое воскресенье, и в следующее будет рубить? Я не пророк, но так будет. Потому что не на том поле упахиваешься, а в вечность, а на мете с другого поля, и там Бог посмотрит, какая грядка. И тут интересно написано, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Я что-то, ну, никак не могу поменяться. Вот читаю умные книги, не могу поменяться, да потому что ты в собрании слушаешь, ну, не так. Вот тебе кажется, что, ну, написано, но ты не так слушаешь. Ты слушаешь с мыслью, что жена должна измениться. Вот хорошая проповедь для тебя. Вот когда я прихожу домой и говорю, слушай, жалко тебя не было в собрании. Такая проповедь. Тебе бы надо было послушать. Значит, ты туда зря сходил. Когда ты приходишь, говоришь, слушай, ну, а чтоб сказать, что мне это, надо, значит, признаться, значит, мне надо попросить прощения, значит, мне надо осознать, что у меня есть вина, а я же никогда не виноват. И так отматываем, отматываем, жалко тебя не было в собрании. Вот мы вот сами говорим и сами порой не делаем. Поэтому сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Если у тебя свободная минутка, чем ты ее занимаешь? Вот чем ты ее занимаешь, так и устал. Кто из вас пробовал засыпать под шортс или рилс, или вот эти коротенькие видео в тиктоке? Ну уже ничего, все равно делать надо, детей разложил, всех разложил, уже даже отче наш помолился. Все, сейчас, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. А потом утром ты не выспался, утром ты пропустил свою главу с книги Псалмов, потому что ты не выспался. А почему? Потому что ты работал не на своем поле и в неположенное время. Сам пошел, сам, это знаете, как я дразнил слона, я убегал от слона, я просил прощения у слона. То есть сам нарвался и сам потом попал в проблему. Поэтому Библия говорит, что сейте в дух. Потому что если мы будем сеять в плоть, и тут опять, не обманывайтесь. Сколько людей в наших церквях, которые верят, что так не работает. Я могу жить всю свою жизнь, как мне вздумается. Приду в воскресенье, пожертвую, или стул поднесу, или дверь открою, и мне защитится. Ну сколько таких людей живет в наших церквях и ходит в наши церкви. Мы думаем, что я прожил неделю, вообще не думал про вот это вот, вообще. Но сейчас я поучаствую, и все обещанные Божьи благословения, они потоком сойдут в мою жизнь. Ну чего ты так думаешь? Кто тебе так сказал? Потому и написано, не обманывайтесь. Человек сам себя обманывает. Ему кажется, что он исполнил какую-то форму, и благословение пришло. Просто успевай подставлять ковши. Сейчас так начнет сыпаться. Так от чего? Если ты посадил одну картошку и взял с собой пять мешков осенью или в конце августа, с чего ты там ожидаешь? Разве только ты пойдешь воровать на чужое поле? Но при одной картошке брать четыре мешка, это я не знаю. Разве только радиационная какая-то? Ну то она большая вырастет и одна. Зачем тебе четыре мешка? Мы почему-то в физической жизни, мы понимаем, что если бензин не залил, машина что? Не поехала. Колеса не накачал, машина что? Ну она-то поедет, но потом диски мяч. То есть мы почему-то понимаем, кушать не сварил, холодильник пустой. Или даже так, уже сварила, поставила в холодильник, а есть-то все равно нечего. Потому что не нагрела и не поставила. Вот мы почему-то в физической жизни понимаем, что должны быть какие-то этапы. А в духовной мы так, не делаю, не делаю, не делаю, хоп, о, заповедь сегодня Иисус. Потом опять, не делаю, не делаю, о, заповедь Иисус. Ну не можно, нельзя так жить раз в месяц. Или каждый день, как у этого в Коринфе. Один приходит, ну вот представьте, у человека реально, у него строгий хозяин, он раб. У него строгий хозяин. А церковь собирается на хлебопреломление каждый вечер. А его отпускают позже всех. Вечеря любви, это просто собраться вместе, разделить трапезу, и чтобы каждому, ну, кому-то перекусить, а кому-то, возможно, первый раз в день поесть. А вот его, ну, не отпускает хозяин, ну, хоть ты плачь. И он постоянно приходит, уже все съедено, все выпито. Ну, и как ему верить в благодатную любовь Христа? Потому что остальные, у них свое богословие, они сами себя обманывают, они не знают, зачем они это делают. Поэтому то, как мы сеем, так мы и будем пожинать. Но я не хочу напрячься. Вот я общаюсь с человеком, он говорит, ты ко мне не подходи. Я с детства верующий, я крещен в такой-то церкви. Я говорю, слушай, ну, попробуй почитать Евангелие. О, а какое? Ну, то говорю, давай Луки. Серьезно, а где оно тут находится? Подожди, подожди. Если ты с детства крещен в церкви какой-то, и ты ни разу не прочитал основную книгу, свое вероучение, ну, давайте так, любое христианское вероучение, что православие, что католицизм, что протестантизм, любой направленности, он строится на Библии. Вот есть книга, вот она одна, она не увеличивается, не уменьшается, она одна. И если я с детства верующий, я ни разу ее не прочитал, так как я могу называться верующим? Верующим во что? В батюшку, к синза, в проповедника, в священнослужителя, в обряд, в традицию, в кафедру, в микрофон, в динаминацию. Во что верующим? Если вот есть книга, я ее не читал. Потому если я не посеял, то я и не пожну. Потом человеку, возможно, там за 40, а он не знает, как жить, потому что он не читал никогда. Он привык, что ему высвечивается, он не читает, он не носит, он не перепроверяет. А знаете, а вдруг операторы сейчас подшутят и высветят вам не то? И не все даже заметят. Будем все равно смотреть, потому что своего под руками нет. У нас уже эти экраны настолько разбаловали, что мы даже разучились Библию носить, даже пусть в телефоне. Нам даже лень ЭП открыть. просто, чтобы посмотреть. Зачем? Нам должны предоставить все. Нас должны покормить. Качественно, вкусно, сытно. И еще, знаете, в ресторан приходишь, ты обычно платишь за еду. А в церкви тебя покормят. А еще если и дадут, ну, в смысле, деньги. А то, братья, пройдите, декана дадут вам по дыне. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Первое, Коринфянам 6, 9. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследуют? Знак вопроса. Не обманывайтесь. Это означает, что люди верят, как-то они себе так мыслят, что неправедное царство Божие наследует. Смотрите, человек ворует, но всегда же есть тот, кто ворует больше. Ну, скажите. И мы, ну, ладно, не мы. Тот, который ворует, он же никогда не смотрит на того, кто ворует меньше. Он смотрит на того, кто ворует больше, и говорит, но я же не столько украл. Мы так склонны думать. Ну, я же, как бы, ну, Адам говорит, но я не срывал этот плод этот. Это она уже принесла, жена, которую ты дал мне. Моя вина тут. А Ева, как бы, Адам, ты где был? Что-то змея этого не выбросил. Бог, ты чего не вступился? Почему Бог пришел так поздно? Вопрос. А я тоже не при делах подошел. Это вот какое-то вот чудище. Поговорили с ним, я взяла. Мы всегда смотрим, кто больше. И тут написано. Так вот, не обман, не знаете, что Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И это не весь список. Весь список заключается в слове неправедные. Этот список можно продолжить. Ну, смотрите, ну где в этом списке написано, что я не могу курить кальян? А где в этом списке написано, что я не могу играть в шутеры? Ну, нет уж тут ничего. А где тут написано, что я не могу снимать какой-то похабный тик-ток? Ну, не написано, значит, что я иду в небо. Это богословие такое. Тут написано неправедные. То есть неправедные люди, которые не делают правду. Но написано, не обманывайтесь. Выходит, есть люди, которые говорят, ну и что? Я же чисто так, для души. Ну, я же ничего не делаю. Я же не такой, как вот эти вот прочие. Я нормальный. А тут написано, царство Божие не наследует. Вообще, зачем христианство? Вот зачем мы сегодня сюда пришли? Ну, скажите, поучаствовать в заповеди. Ну, это минимальная, близкая цель. Вообще, зачем мы ходим в церковь? Зачем оно нам надо? Ну, живут же люди и слева, и справа, и живут неплохо. И даже те, кто ходит в церковь, живут вообще не так, как мы, но и живут, и процветают. Зачем мы ходим сюда? Мы это делаем ради Царства Божьего. Потому мы и граждане неба. Потому мы не от мира сего. Потому, возможно, для людей неверующих мы немножко, ну, не совсем нормальные. Ну, только в хорошем смысле. Есть такие, что не совсем нормальные в прямом. Но мы не совсем нормальные, потому что наше жительство на небесах. А если не Царство Божье, то зачем? Найди себе деноминацию, где можно все, и не надо напрягаться. Просто делай как все, и попадешь туда, куда все. Вот тут важно. Знаете, есть финишная прямая. Вы бежали в школе в 100 метровку. 100 метровка, это видно старт и видно финиш. Ну, если сильно трясутся щеки во время бега, то иногда финиш пропадает периодически. Но финиш видно. А вот представьте, стоит ваш класс. У нас обычно девочки бегали и мальчики бегали. Стоит ваш класс. И свистоки побежали. И ты бежишь, а смотришь, весь твой класс хопа, куда-то влево пошел. Но ты ж видишь, что 100 метровка вон, а они хопа все влево. Ты можешь побежать с ними, но они побежали куда? Правильно, в курилку. А ты бежишь к финишу. Если ты побежишь с ними, ты не попадешь в цель, ты не добежишь до финиша. Поэтому, если многие люди идут непонятно куда, это не означает, что мне с ними туда надо. Вот в чем суть. Христос почему призывает каждого индивидуально? Потому что он работает с каждым индивидуально. И каждый из нас идет за Христом. То есть, Христос видим для каждого из нас. Его путь, его жизнь, его служение. Не групповое, что вы знаете, я в восьмом ряду, я не вижу спикера, где там Иисус. Спрашиваю у впереди стоящего. Знаете, как работает спорченный телефон? Первый ряд услышал, второму передал, второму, третий, третий, четвертый. Я в восьмом ряду уже услышал вообще не то, что сказал человек. Потому так спасение не работает. Мы идем каждый отдельно за Христом. И мы слышим отдельно, то есть, индивидуально. Его голос, мы понимаем, что говорит его слово, если мы упражняемся в этом. Нельзя коллективно. Все переехали, я перееду. Все перешли в другую церковь, я перейду. Все там еще что-то делают. И я буду делать. Зачем? Поэтому неправедное царство Божие не наследует. Ну и последнее, наверное, самое важное, как мы можем обмануть себя. Видите, всегда используется слово не обманывайтесь, не обольщайтесь, не заблуждайтесь. Это не Коля заблудил Петю. Это не Вася сказал Саше. Это я сам. Я вот как-то себя так почитал, на других людей посмотрел и понял, что я ищу кремень. Первое, Коринфянам 15, 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества разращают добрые нравы. В нашем контексте, современном сообществе, это прям можно использовать как интернет-сообщество. Этот стих в контексте того, что там были разные лжеучения, которые с воскресением мертвых у них были вопросы, то воскресают, то не воскресают и прочее. Худые сообщества развращают добрые нравы. Как это работает на практике? Вы попали не в тот коллектив. Вы попали не в ту церковь. Вот вы научены правильно изначально. Вы в хорошей церкви покаялись, вы правильно все понимаете, читаете Библию. Вы попадаете не в тот коллектив, не в ту организацию, не в ту церковь, не в ту группу людей. Сначала ты чувствуешь себя не таким, а мы все люди, нам некомфортно чувствовать себя не таким. А уйти по какой-то причине не можешь. И ты потихоньку, потихоньку, потихоньку перенимаешь повадки, мнения, богословия той группы людей. Потому худое сообщество, ты попал на какой-то сайт, ты подписался на какого-то спикера, ты смотришь какие-то проповеди, подсел на какого-то проповедника, и ты начинаешь чувствовать, что у тебя внутри что-то меняется. Теперь смотрите, что получается. Сначала ты был в своей церкви, и тебя все устраивало. Потом ты куда-то подсел, ну, в информационном пространстве. Оно было для тебя новое, интересное, захватывающее. Ты как-то развивался, развивался. И потом ты приходишь к своим, а свои тебе кто? Чужие. То есть ты пришел, вот, ты с ними был полгода назад, что с тобой случилось? А ты приходишь к своими, и к свои тебе уже чужие. Тебе не нравится, как они говорят, тебе не нравится, как они одеваются, тебе не нравится, что они... Знаете, резко стали все лицемерами. Мне так нравится. Я ушел из церкви. Почему? Там все лицемеры. Ты, когда говоришь слово «все», ты, значит, говоришь ни о ком конкретно. Не бывает такого, чтобы все лицемеры. Вы понимаете, в чем суть? За кого ты молишься? За всех людей. Когда ты молишься за всех людей, ты не молишься ни о ком конкретно. Поэтому, когда ты говоришь «все лицемеры», это просто отмазка так по ушам. Сними лапшу, потому что, ну как это все? Не бывает такого. Нигде нету такой общины, чтобы все. Даже Корнилий в свое время, хоть он не был христианином, по нашему пониманию, но он был не все. Мы уже не могли сказать, что сотник с Капернаума или Корнилий, что все сотники просто душегубы. Вот эти два не были. Поэтому нельзя использовать фразу «все». Но не обманывайтесь, худые сообщества развращают добро. А меня не развращают. Мы же так мыслим. Смотрите, а меня не развращают. Там проблема такая. У меня три подруги, две развелись, третья собирается. Но они мои лучшие подруги. Как вы думаете, поменяется мировоззрение этой женщины через год, через полтора, плотного? Не так общение, там на 8 марта открытку выслал и все. Плотного общения. Эти же три, они будут вливать ей информацию про... Вряд ли они скажут, слушай, твой муж священник, он глава, он такой отец. Вау! Нет! Ни в коем случае. Да посмотри, как он одевается. Что ты у него? Штаны, колени вытянуты. Что он не брит, не стрижен. Какие все. Мой тоже такой был. Худые сообщества. Подписался на какую-то группу, начал общаться с людьми, подсел на кого-то в инстаграме. И ты чувствуешь, как ты начинаешь внутри меняться. Поэтому Писание... Но! А почему не обманываетесь? Потому что я в это не верю. Да не, я крепок в Господе. Это я сейчас этих троих приведу к покаянию. Ну мы же все таки... Чего ты выходишь замуж за неверующего парня? Чего ты берешь неверующую девочку? Я ее покаю, расслабься. Я-то расслаблен, но ты ее не покаешь. Скорее всего, аж ты отойдешь. Десятки и десятки людей, которые уже так каяли. И не покаялся никто. За редким исключением. Но опять, исключение это не правило, поэтому мы не можем на него опираться. Так почему не обманывайтесь? Худые сообщества возвращают добрые нравы. Возвращаясь к самому началу. То, что вы делаете, говорит Павел, это не значит вкушать вечерю Господню. По какому принципу он это определил? Вечеря была? Была. Люди были? Были. Хлеб, вино ели пили? Было. Почему это не вечеря Господня? Ну вот почему вот для кого-то сегодня возьмет кусок хлеба, глотнет глоток вина, но для него это не будет вечера? По какому принципу? Потому что он обманывается и он не с тем сердцем к этому подходит. Сила же не в хлебе и вине, не в еле или в прочих вещах, в том, как мы понимаем это. Я заявил нужду один раз в церкви, за меня помолились, ничего не случилось. Какой вывод? Два вывода. Я заявил нужду в церкви, за меня помолились, ничего не случилось. Два вывода. Больше не заявлять. Это просто аплодируем стоя. И второй раз заявить еще раз. Написано, пойди в купальню или в озеро или в речку и окунись семь раз. А почему семь? Почему не три? Не твоя проблема. Семь раз. И он, знаете, он окунается и каждый раз смотрит, а проказа есть. Он окунается, каждый раз смотрит, а накипает внутри. Он вообще туда идти не хотел. Помните, да, эту историю про прокаженного военачальника? Он в пятый раз окунается, а сдвигов никаких нет. А на седьмой хоп и случилось. А если бы на пятом остановился, а на шестом вышел с воды, кинул свою тунику на землю, растоптал ногами, говорит, так, идите, зарезьте его. Он сказал мне ложь. Семь раз. А мы обычно как? С первого раза не помогло? Все. Больше не буду. Подумают, что я надоедаю церкви. Вам кто-нибудь хоть раз? Вот я в церкви в 18 лет. Мне ни разу никто не сказал, что я надоедаю церкви. Просьба какой-нибудь. Вам так в церкви не скажут. Вы надоедаете. Для того церкови есть. Но нет. Почему? Обманулся. Сотна говорит, слушай, не заявляй. Подумаешь, тебе больше всех надо. Зачем надо? Что раз помолились, не помолишь, значит все, Божья воля. И человек сразу успокаивается. Потом, братья и сестры, мы сейчас будем приступать к заповеди. Но важно понимать, чтобы мы приступали с правильным. Правильное – это вот библейское сердце, основанное на Писании. Не на моем богословии каком-то. Если оно не работает, значит оно не библейское. Если жизнь не меняется, значит она не христианская. Потому что я стою за Бога. Есть такой курс даже, теодицея, защита Бога. Ну в кавычках, конечно. Когда я, если в Библии написано, что оно работает, оно сработает. А если оно не работает, значит что-то ты делаешь не так. Поэтому если написано, что ранами его мы исцелились, что сегодня мы можем получить благословение, исцеление, обновление, присоединение к Вселенской Церкви и прочих куча бенефитов, оно работает, если я с правильным сердцем к этому подхожу. А если я обманулся, мне кажется, это не надо, это не буду, это не хочу, а я понимаю по-другому, а ты кто такой, и прочие, и прочие, и прочие вещи, оно не сработает. И не потому, что церковь бессильна, и не потому, что хлеб и вино как символы потеряли силу, потому что я обманулся. Я обманулся. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы смотрели на Христа. Еще раз, на Христа. Павел как говорит, если я или ангел с неба будут проповедовать другое, то просто отошлите в соседнюю церковь. Нет, он говорит, да будет анафема. То же самое, если я вам буду проповедовать другое. Это неправильно, вы все равно смотрите на Христа, потому что люди, они могут меняться с течением жизни, но вы смотрите на Христа, и я должен смотреть на Христа. Ни один служитель, он не скажет, я видел такое облако свидетеля. Нет, он выбирал единицы людей, которые были для него примером. И вы должны так делать. Поэтому пусть нас Бог благословит. Хлеб и вино, они имеют силу. Хлеб и вино, это прообразы. Тело и крови Иисуса Христа. Но оно имеет силу, если мы правильно, библейски подходим к этому вопросу. Аминь. Давайте мы встанем в наши ноги. Группа прославления, пожалуйста, пройдите наперед. Брат Павел и брат Петр, также пройдите наперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...